Добрый вечер. В прямом эфире новости в студии Елена Шабанова. Сегодня 13 декабря, вторник. И в начале выпуска коротко о главном. В Красноярск приехал министр спорта России Павел Колобков. Где он побывал и что обсудил с губернатором Виктором Толоконским. Хочу сказать, что сейчас уже видны очертания будущих объектов университета. Уже многое что сделано. Штормовое предупреждение от синоптиков на ближайшие сутки. Где ожидают порыва ветра до 25 метров в секунду. Проходит холодный фронт. Связанный с одним из таких северных активных циклонов. И поэтому нами было составлено и передано штормовое предупреждение. На острове Татышев в Красноярске яблони, если смотреть с высоты, образуют слово Петр. Что об этом говорят бывшие руководители города. На нашем канале вышли в эфир новогодние ролики. Ведущие Несея читают своим детям необычные сказки. В чем их секрет? Зрители смогут немного ближе узнать ведущих, потому что в этих роликах они увидят их детей. Прекрасных, непосредственных, добрых. В Красноярске с рабочим визитом побывал министр спорта России Павел Колобков. Он вступил в должность менее двух месяцев назад и активно вникает в спортивные процессы страны. Вместе с ним в краевой центр приехал президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцын. Что более всего заинтересовало высоких гостей в Красноярске, расскажет Анна Московских. Главная цель министра спорта России Павла Колобкова – узнать, как Красноярск готовится к Всемирной и Зимней универсиаде 2019 года. Первой точкой в маршруте главы ведомства стала Академия биатлона. Здесь уже полным ходом идет реконструкция. Первый этап рассчитан до 1 февраля. К этому моменту здесь смонтируют новые, более вместительные трибуны, установят вакс-кабин для подготовки лыж, комментаторские и частично смонтируют систему искусственного снегообразования. После этого объект примет крупные международные соревнования – чемпионат мира по спортивному ориентированию. Второй этап реконструкции начнется 1 апреля. Устанавливаем новые мишенные установки, делаем новый штрафной круг и полностью лыжероллерная трасса, приводим в соответствие международным всем соревнованиям, они будут освещены и будет полностью искусственное оснежнение. Итак, на каждом объекте министру предоставляют исчерпывающую информацию. Многофункциональные комплексы «Сопка» и «Горный». Здесь пройдут соревнования по спортивному ориентированию, лыжным гонкам, фристайлу и сноуборду. Трассы действуют и сейчас, на них готовятся к будущим победам юные спортсмены. Платинум-арена. На этой площадке планируется провести открытие и закрытие универсиады и соревнования по фигурному катанию. Успех любой универсиады зависит, конечно, во многом от качества строительных объектов, транспортной инфраструктуры, что сегодня еще раз подтверждает Красноярск полностью этому, надеюсь, будет соответствовать. И темпы, которые мы сегодня увидели, они обнадеживают. Самое главное – это люди. Профессионализм людей, их понимание сути концепции универсиады. Также министру представили макет деревни универсиады. Чтобы воочию увидеть масштаб, столичного гостя вывели на крышу библиотеки Сибирского федерального университета. А Павел Колобков вспомнил, как три года назад, когда он был в должности заместителя министра, вся работа только начиналась. Тогда они также стояли на крыше и представляли, как это будет выглядеть. И вот мечты становятся явью. Хочу сказать, что сейчас уже видны очертания будущих объектов универсиады. Уже многое что сделано. Опасений, в принципе, у нас никаких нет. Уверены, что все будет подготовлено в срок и в соответствии с самыми высокими требованиями. В общем-то, у нас и дофинансирование выделено достаточно на подготовку, на строительство объектов, в том числе и на операционные расходы, на проведение со самой универсиадой. Всего к зимней универсиаде будут построены и реконструированы 34 объекта. Большинство из них сдадут в 2018 году. А уже в 2019 в Красноярск съедутся тысячи спортсменов из 50 стран мира на крупнейшее спортивное событие года в России. Анна Московских, Александр Ермошенко, Новости. После Павел Колобков принял участие в заседании наблюдательного совета дирекции универсиады. Там подвели итоги работы ведомства в 2016 году. А также обсудили задачи на следующий год. Так в 2017 начнут продавать билеты на предстоящие студенческие игры. Уже в марте дирекция начнет набирать волонтеров. А в первом квартале года министр спорта России предложил принять концепцию наследия универсиады. Я уверен, что после окончания универсиады мы получим ряд объектов высокого международного уровня, на котором мы сможем проводить крупнейшие международные соревнования, проводить в том числе, обеспечивать подготовку сборных команд Российской Федерации. Ну и, конечно, я уверен, что эти объекты будут необходимы для Красноярского края. Губернатор Виктор Толоконский встретился с Сергеем Ломановым и другими тренерами хоккейного Несея. Какие вопросы обсуждали, расскажем далее. Сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встретился с тренерским штабом хоккейного клуба Несей. Темой разговора стала текущая ситуация в хоккейном клубе и предстоящие соревнования в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Виктор Толоконский выразил поддержку тренерам команды в развитии любимого спорта сибиряков, отметив большой вклад Несея в воспитание молодых спортсменов. Как рассказал заслуженный мастер спорта, старший тренер Несея Иван Максимов, разговор с губернатором края Виктором Толоконским был полезным и наполнил участников оптимизмом. Виктор Александрович продемонстрировал очень четкое знание предмета, вообще ситуации в целом в клубе и в виде спорта. У нас матч 15-16 игр, поэтому мы готовимся, все идет в рабочем режиме, да, все отлично. Сложившуюся ситуацию между Федерацией хоккея с мячом России и главным тренером хоккейного клуба Несей Сергеем Ломановым сегодня прокомментировал министр спорта страны Павел Колобков. Он подчеркнул, что Федерация хоккея – это общественная организация и сама вправе принимать любые решения. Однако при необходимости Министерство спорта России готово помочь сторонам найти компромиссы. Мне кажется, им нужно сесть вместе за стол. Это Федерация, за стол Ломанову, великий спортсмен, великий тренер, большой руководитель. И сесть совместно с Федерацией, со сполкомом Федерации. Вы знаете, что исполком практически единогласно проголосовал за вот эту дистрификацию. Но мое мнение, что все-таки, во-первых, два с половиной года, но, во-вторых, все-таки надо такие вопросы урегулировать подружески. Я надеюсь, что они все сядут. Если надо, мы поможем сесть и отрегулировать вот эти все проблемы. Мы вышли на улицы города и спросили, что думают красноярцы по поводу сложившейся ситуации с хоккейным клубом Енисей. Возможно, да, можно все за стол переговоров, договориться обо всем, все непонятности устранить. Ну и дальше продолжать Ломанову карьеру. Конкурент такой, кому нужен. В Москве же тоже много команд. Ей же тоже надо как-то продвигать. А Енисей у нас, по-моему, все завоевал. Все, что можно. Если мы сейчас его не отстоим, то, я думаю, Енисей превратится в какую-нибудь, как иркутскую команду. Ну, все, может, все вернется. Все-таки может что-нибудь еще посодействовать губернатор. Может, помогут ему. Ну, думаю, на зло будет еще лучше. Пока не лучше, но и не хуже. В нескольких районах края объявлено штормовое предупреждение. Какие рекомендации дают спасатели, расскажем после рекламы. В прямом эфире новости. Мы продолжаем выпуск. По данным гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в центральных районах края ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 25 метров в секунду. Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности и по возможности не совершать загородные поездки. Следует закрыть все окна и балконы. Автомобили стоит отогнать от деревьев и ветхих сооружений. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах или подъездах. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками или под линиями электропередачи. Телефоны единой службы спасения 101 или 112. По территории центральных районов проходит холодный фронт, связанный с одним из таких северных активных циклонов. И поэтому нами было составлено и передано штормовое предупреждение. Очень сильный ветер мы ожидаем в центральных районах Красноярского края, а также на юге Таймырского долгоненинского муниципального района 15-20, местами до 25 метров в секунду. Также ветрено будет и в Труханском районе до 23 метров в секунду. В Ивенкийском муниципальном районе влияние циклона слабее, там до 15-18 метров в секунду. И наиболее спокойно будет в южных районах края. Там сильного ветра мы не ожидаем. Неожиданное открытие на острове Татышев. Во время аэросъемки выяснилось, что деревья в Яблоневом саду высажены в виде слова «Петр». Этот сад заложили 12 лет назад по инициативе главы Красноярска Петра Пимашкова. Случайно или намеренно деревья были посажены в форме имени бывшего в то время градоначальником Петра Пимашкова, пока неизвестно. Для Пимашкова, который сейчас является депутатом Госдома, это оказалось полной неожиданностью. Так же, как и для экс-руководителя Департамента городского хозяйства Владимира Мурысина. Посадка яблонь велась под его руководством. Но непосредственно сами работы выполняло управление зеленого строительства. Просто так сажая сад, чтобы такое слово получилось, это, конечно, невозможно. Это все распланированная посадка, безусловно. Ну, я не знаю, может, там руководитель ЗС все-таки где-то инициативу проявил. Я часто бывал и принимал участие в посадке, но там никогда не было видно, что это какое-то имя. Может быть, человек, который по имени Петр, может быть, себя решил там как-то обозначить. Нет, я не в курсе дела. В управлении зеленого строительства по этому поводу ничего прокомментировать не могут. Бывший руководитель Ростислав Галас, который и занимался непосредственным управлением посадкой яблоньего сада, был уволен больше трех лет назад. К другим темам. Красноярские разработчики запатентовали и открыли в столице края инновационное производство. Бордерный камень, тротуарная плитка, брусчатка или просто плиты из бетона, такие привычные для каждого материалы, теперь могут выполнять еще и дополнительные функции – светиться и информировать. С подробностями Дина Володина. Такая пиксельная светящаяся брусчатка уже не технологии будущего, это современная реальность и делает вот такую вот плитку здесь у нас в Красноярске по своей износостойкости и прочности. Это покрытие ничуть не хуже обычного бетона, а вот практическую пользу переоценить сложно. Вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы, обозначение пожарного выхода на промышленных предприятиях, светящиеся пешеходные переходы и разметка, обозначающие направление движения на автодорогах – все это в будущем будут делать именно по новым технологиям, уверены новаторы. Запринтована технология, которая позволяет традиционным материалам, в том числе и бетону, приобретать еще дополнительное качество – это излучать свет, причем излучать свет попиксельно. То есть таким образом мы практически на многих материалах мы можем рисовать картинки, мало того, показывать видеосюжеты. Покрытие с похожим эффектом несколько лет назад изобрел мексиканский ученый. Его бетон с фотолюминесценцией. Он может накапливать энергию солнца днем, а затем отдавать ее ночью. Наша технология иная. Брусчатка, которая имеет возможность программироваться с помощью либо пульта управления, потому что у нее стоит блок, который позволяет, передает ей сигналы, зашитая программа у нее. То есть можно эти программки переключать. Допустим, с пульта она сама автоматически переключает их. Программу можно прописывать, да. Один пиксель равен одному шестиграничку. То есть получается в одном камне 4 пикселя. Управлять светящимся изображением на бетоне можно при помощи компьютера и специального программного обеспечения. Стоит, правда, такая брусчатка не дешево. 170 тысяч за квадратный метр. В прошлом году именно из этого бетона в Красноярске около корпусов Сибирского федерального университета возвели сад светящихся камней. Этот красивый арт-объект несет сугубо эстетическую функцию. Но сейчас в производстве опытный экземпляр покрытия для пешеходного перехода, который будет носить практический характер. В начале следующего года разработчики совместно с управлением дорог и инфраструктурой города обещают его продемонстрировать. Дина Володина, Всеволод Никитин. Новости. Сказочные истории от ведущих телеканала «Инисей». Какие тайны они приоткроют в новогодних роликах, расскажем через несколько минут. Вы смотрите новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня на нашем телеканале стартовала серия предновогодних промо-роликов. В них наши ведущие новостей, утренней, развлекательных и других программ, лица канала читают своим детям сказки. Самые сказочные истории были придуманы тоже нашими сотрудниками, специалистами промо-отдела. Каждый из рассказов хранит в себе свою собственную интригу, историю с продолжением. Но объединяет их всех телеканал «Инисей». Все эти сказки чуть приоткрывают таинственную завесу и анонсируют проекты, которые мы запланировали на 2017 год. И мыслями о дальних землях «Окрыленные» отправились они на корабле, что имя героя носил. Вниз по реке Могучий, на самый-самый север. Туда, где по слухам и рыба вкуснее, и небо синее, и поговаривают даже царь-медведь из леса выходит, да возле костра с селянами пляски пляшет до речи ведет. Три тысячи верст прошли. Разузнали, как поживает «Инисей» батюшка, а теперь предстоит им путь матушку навестить. Мама, а куда же они поедут? В этих новогодних роликах в форме сказок мы попытались рассказать немного о том, какие приключения совместные ждут нас и наших телезрителей, я очень надеюсь, в 2017 году. Конечно же, в этих новогодних роликах зрители смогут увидеть своих любимых ведущих первого краевого телеканала «Инисей». Но что мне кажется, самое интересное, что зрители смогут немного ближе узнать ведущих, потому что в этих роликах они увидят их детей. Прекрасных, непосредственных, добрых, праздничных, уже ожидающих новогодних подарков, новогодних чудес. А прямо сейчас новая серия нашего проекта «Сибирская мудрость». Своими мыслями о том, зачем существует музыка, делится скрипач-виртуоз Леонид Жуковский. Музыка окружает нас везде. Это пение птиц, шум ветра, шум деревьев. Любой звук, по идее, это музыка. То, что воспринимает человек своим слухом, это попадает через мозг в его сердце. И очень важно понимать, что без музыки существование человека не было бы таким, какое оно есть. Если композитор записывает хорошую мелодию, исполнитель потом ее играет, то это должно, по идее, вызывать положительные эмоции у человека и приносить ему только радость и здоровье. Тем самым мы смотрим, что музыка напрямую связана со здоровьем человека, с его психологическим состоянием. самая главная задача музыки в человечестве это воздействие на душу. И важно понимать, что не может человек существовать без эмоций. А музыка и есть эмоция. Она попадает напрямую в сердце и человеку становится от этого хорошим. К этому часу все. Сообщайте свои новости по телефону 236-0136. Оставляйте свои отклики на нашем сайте. Адрес в интернете enisei.tv